За прошедшие сутки в России выявлено 44 045 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные во вторник 13 сентября 2022 года привел оперативный штаб по борьбе с пандемией. Согласно статистике, за прошедшие сутки был подтвержден 101 летальный исход, а выписано 48 187 человек. И это на 35% больше по сравнению с минувшим понедельником. В Татарстане наблюдается увеличение количества заболевших. Если еще 1 сентября было 366 новых случаев, то сейчас уже зарегистрировано 893 случаи. То есть каждый день почти на 50-100 человек увеличивается количество заболевших. На днях Всемирная организация здоровья заявила о том, что женщины в два раза больше подвержены затяжному течению коронавирусной инфекции по сравнению с мужчинами. Такой вывод следует из исследования Института измерения показателей и оценки состояния здоровья при Вашингтонском университете. Согласно его результатам, как минимум 17 миллионов человек в 53 странах участниц Европейского региона ВОЗ могли испытать симптомы затяжного коронавируса, сохранявшиеся по меньшей мере в течение трех месяцев. Кроме того, среднесрочные и долгосрочные последствия коронавируса, среди которых усталость, одышка и когнитивная дисфункция, появляются у 10-20% заболевших. По словам экспертов, риск также резко возрастает среди тяжелых случаев COVID-19, требующих госпитализации. Причем у каждой третьей женщины и каждого пятого мужчины может развиться затяжная форма COVID. В Татарстан поступила назальная вакцина от COVID-19. Назальная вакцина не только приводит к усилению иммунитета, но также приводит к выработке так называемого мукозального иммунитета. То есть это иммунитет в слизистых оболочках верхних дыхательных путей, которые являются входными воротами для коронавируса. А значит, люди, ревакцинированные назальной вакциной, будут лучше защищены от вирусной инфекции. Напомним, что привиться от коронавируса инъекционно или интрозально можно в университетской клинике Казанского федерального университета. Иммунизация осуществляется в поликлинике по адресу Вишневского, дом 2А. С понедельника по пятницу с 8 утра до 7 вечера, а в выходные дни с 8 утра до 4 часов вечера. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Карина Саяхова, Универниус. Карина Саяхова, Университета.